Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет. Мы продолжаем читать книгу «Бытия». Наше чтение посвящено одному из величайших, и, может быть, самому известному праотцу, ветхозаветному праотцу Аврааму. Мы начинаем читать с 12 главы книги «Бытия». «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли Твоей от родства Твоего и от дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе, и я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. И благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана, и взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имения, которые они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую». Это великое путешествие, которое всю свою долгую жизнь совершал Авраам, Сара и вся его семья. Вся его семья в этот момент заключалась не только в их супружестве, Авраам и Сара, но еще и племянник его, и другие составляющие семью в тогдашнем патриархальном укладе. Это были и слуги, это были и служанки, это были погонщики скота, это были насильщики и так далее. Но нам важно понимать, почему Бог призывает Авраама в Харане. Семья Авраама, где он родился, жила в Урихалдейском. Мы знаем это из предыдущей, 11 главы книги Бытия. Там жил, в Урихалдейском, жил отец Авраама, Фарра, у которого было три сына. Старший был Нахор, и младший был Арам. Но Арам к тому времени, когда призвал Господь Авраама, уже умер. И вот его-то сын, как раз Лот, и отправляется вместе с Авраамом. Но еще прежде этого из Урихалдейского отец Авраама, Фарра, собирает всю семью Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку, жену Авраама, сына своего. И он уходит из Урихалдейского, чтобы идти в землю ханаанскую. Но дошедши до Харана, они остановились там. Харан — это примерно половина пути. Половина пути из Урихалдейского, который находился на побережье, на побережье Персидского залива, как мы сейчас называем это место. И путь от Урихалдейского до Харана проходил вдоль Ефрата. И это благоприятная была земля, благоприятное путешествие, потому что она была обитаема вдоль рек, находились деревни и города Месопотамии, и это не была пустыня. Если бы они пошли напрямик на запад, в землю ханаанскую, которую мы сейчас называем Палестин, или называем сейчас ее Израиль, то они бы пошли через пустыню, через горную пустыню, через которую идти невозможно, потому что там нет воды. Вода для древнего человека означала все. Она означала жизнь. Поэтому и идти надо было только так, чтобы сохранить жизнь. А значит, надо было идти от колодца к колодцу, от реки к ручью, от источника к источнику. И этот путь был очень длинным. Он, по сути дела, представлял из себя такой огромный крюк, как мы говорим, в дороге. Но это был единственный возможный путь. И вот Фара, отец Авраама, со всей семьей отправляется на север. Примерно на северо-запад они идут вдоль Ефрата и останавливаются в большом тогда населенном городе Харран. И там Фара умирает. Какое-то время вся семья живет там, у могилы своего вождя, у могилы своего отца. И могила отца Авраама остается там, в Харане. Ему было, согласно 11 главе, 205 лет Фаре, отцу Авраама. И он взял не всю свою семью, а он взял одного из своих сыновей, плюс он взял племянника умершего своего младшего сына Арана. Ну и, конечно, Авраам был со своей супругою, о которой уже мы из 11 главы знаем, что она была бездетна, она была бесплодна. То есть, с самых тех времен, когда Авраам женился, уже было известно, что детей у них нет, потому что цара бесплодна. И вот, когда они живут в Харане, Господь обращается к Аврааму, Господь избирает Авраама. Мы можем задавать себе вопрос, а почему Господь избрал именно Авраама? Почему не избрал его брата или его дядю, или его отца? Почему он избирает Авраама? Но на этот вопрос у нас ответа нет. Мы можем сказать только, что родословие у этой семьи было знатное, и вся 11 глава книги Бытия описывает это родословие, мы можем его проследить. Но выбор Божий это нам не объясняет. И ответить на этот вопрос мы не можем. Но мы можем сказать, что это было избрание, это было призвание Авраама на то великое служение, которое он совершил. И вот что мы об этом призвании можем сказать. Что Авраам не сопротивлялся, и в ответ на то призвание, которым призвал его Господь, он встал и пошел. И Господь говорит, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я тебе укажу. Вот тут есть три части. Земля твоя, твое родство, и из дома отца. Значит, Авраам должен покинуть родной дом, где все нажито, где все знакомо, где много того имущества, которое с собой не берут, отправляясь в дальнее-дальнее путешествие. Авраам покидает свой дом навсегда. Поэтому он берет с собой максимально всех вещей, скота и людей, которые могут уйти, которые могут унести весь этот дом, весь этот груз с собою. Они отправляются навсегда. Они отказываются от своего родного дома. Плюс к этому, они отказываются от родства. Ведь семья была большая. В Уре Халдейском остался его брат с семьей. Остались и другие дальние родственники. Все родство покидает Авраам. И он уходит из земли, то есть из знакомой местности, где он знает каждый ручей, его каждый колодец, где он знает гору, пустыню, где он пасет скот. Все ведь они скотоводы. Мы об этом не должны забывать, значит. А скотовод знает земли вокруг себя не как горожанин, а как путешественник, как охотник, так же и скотовод. Он знает холмы, он знает поля, он знает ручьи, он знает водопоиды, тропы, опасные места он знает, где водятся львы и тигры и так далее. Скотовод, пастух, это ведь человек, который знает местность лучше, чем кто-либо иной. И вот все это знакомое и понятное они должны оставить. По сути дела, они отправляются в эмиграцию. Сегодня мы называем это так. Те из вас, кто пережил такой поворот жизни, знают, насколько это трудно и насколько решиться на это трудно. Эмиграция – это ведь, это разрыв с родным, с домом, с родством, с родственниками, знакомыми, друзьями. Разрыв с тем, кого ты оставил. Это потеря стабильности, это потеря привычности, это потеря близкого, родного, знакомого. Понимаете, мы дома спиною чувствуем родные стены, мы дома чувствуем, вот здесь сейчас будет поворот и другая улица, а вот здесь дерево растет, которое я с детства знаю, вот здесь вот ручеек, и я весной услышу его журчание вновь. Ничего этого не будет на чужбине. И Господь не обещает Авраму, что ему будет легко. Он скажет, ты пойдешь в землю, которую я тебе укажу. Еще и неизвестность ждет впереди Аврама. А кто живет в этой земле, которую укажет Господь? А вдруг там живут племена, которые будут враждебны Авраму? Ему придется бегать от них, завоевывать полные неизвестности. А будет ли там достаточно воды? Будет ли там достаточно травы для его скота? Не забывайте, он скотовод, и все благополучие семьи зависит именно от этого. Послушаться Господа в этот момент для Аврама было несомненно подвигом и духовным послушанием. И ведь, заметьте, тогда еще Аврам не знал того Бога, который его призывает. Потом его потомки Аврама будут говорить, вот это тот Бога, который призвал Авраама, Бог Авраама, Исаака и Иакова. И потом всегда в молитвах Израиля будет повторяться, это Бог Авраама, Исаака и Израиля. Но Авраам еще не знал этого Бога. И он не знал, как ему служить. Тогда было много Богов. Тогда было много разных религий. В этом месте процветали самые разные религии. В том числе в Харане во времена Авраама был красивейший храм Бога Луны. Но это не был Бог Авраама. Это был Бог этого места, этого города. Он был Богом этих людей. Но для Авраама это прежде всего был Бог Всевышний, Отец Всего Земного. Именно его слушал Авраам. Он еще не знал, как и что должно совершаться в его жизни. Но он отвечал верою. Верою, которую потом похвалит весь Израиль, которую похвалят потом и все апостолы и пророки. И о котором будет говорить, о которой вере будет говорить апостол Павел, что именно за веру Авраамову наградил Бог Авраама. И вот что говорит Господь. Я благословлю Тебя и возвеличу имя Твое. Авраам ничем особенным не отличался. Он не был царского рода. Он был пастух. Да, род их был известен, то есть знатен. Но у него не было возможности прославить свое имя или пользоваться уже прославленным именем. Теперь Бог обещает ему этот дар, но не раньше. Более того, Бог говорит, кто тебя благословляет, и я благословлю. А кто злословит тебя, тех я прокляну. Ну, Бог берет Авраама, его всю семью и его потомство. Заметьте, потомства нет. Авраам сарой бездетны. И Авраам не знает, что еще ждет его впереди, но сейчас он бездетен. И Бог говорит ему, благословятся в тебе все племена земные. То есть, по сути дела, Бог обещает того Аврааму, что у него нет, чего он не знает и чего не может быть по земным законам его народа и его семьи. Полная неизвестность, удивительное благословение Божие. Авраам совершает подвиг. Он собирает все семейство, он собирает весь караван и отправляется теперь уже через Харан, через горы Сирийские, отправляется сначала на запад, потом на юго-запад, наконец на юг, и он приходит в Харан, приходит в Ханаан. Ханаан — это то, что мы называем сегодня Израилем, Израилем, отчасти это включает в себя и территорию современной Ордании, Сирии. Вот этот весь плодородный край, не весь сплошь, там много и гор, но плодородный край, где живут самые разные племена, но племена Аврааму чужие. И мы читаем дальше 12 главу. «И пошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы-море. В этой земле тогда жили Хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он горе на восток от Вифили и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. Иными словами, Авраам проходит всю в землю, которую мы теперь называем Галилея и Иудея. Но там он ставит жертвенники свои и шатры, которая южная, которая называется Иудея. Еще нет Иерусалима, но есть уже Иерихон. И он первый ставит шатер южнее того места, где сегодня Иерусалим и где Дубрава-Мамвра, которую мы теперь называем, это современный Хеврон. Но там еще и нет Хеврона, нет еще Вифлиема, нет еще Иерусалима, есть более древние города, которые и обозначаются здесь в тексте, чтобы представить себе, где были первые эти шатры. Они были все в современной Иудее, недалеко от Иерусалима и южнее, там, где находится Хеврон. И там его первые жертвенники, и там Господь вновь обращается, вновь является Авраамом и говорит, вот эту землю, которую ты теперь видишь и обошел, я отдам тебе и твоему потомству. Потомства еще нет. Авраам и Сара бесплодны. «И поднялся Авраам и продолжал идти к югу, и был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в той земле». Промышление Божие нам часто представляется каким-то законом неукоснительным, который отныне все будут исполнять, и люди, и животные, и стихии, и природа. Все будет гладко. Примерно так, как это представляется в житии пророка Ильи. Бросил свою милость на воду, вода раступилась, и он по ней посоху прошел через Иордан. Но жизнь посланника, может быть, далеко не вся такая. Да, в ней много чудес и явлений Бога. Но чудеса — это точки в судьбе посланника Божьего, патриарха. А вся жизнь состоит из очень многих и сложных переживаний, из проблем, задач, трудностей и испытаний, в том числе голод, засуха, мор скота или мор пшеницы, или еще что-нибудь так бывает. Все болеют, и все погибают, и растения, и животные. И очень часто как земледелец, так и скотовод терпят величайшее бедствие и впадают в нищету, и впадают в голод. И мы знаем из одной только книги «Бытия», как часто случался голод, мор, и люди бежали в те края, где можно было пропитаться. Так и Авраам со всем своим караваном теперь уходит из земли Ханаанска, идет на юг, в Египет, который славился всегда как житница, потому что Египет обладал одним очень важным качеством. В Египте было много воды, потому что Нил, река, каждый год, практически без исключений, каждый год питал огромные поля египетские. И в Египте всегда было много хлеба и много животных. И многие племена, которые жили в Ханаане, спасались от голода именно тем, что они отправлялись в Египет. Вот и Авраам отправляется в Египет. Посмотрите на его жизнь. Это жизнь странника. Он идет по Ханаанской земле. Нигде никто не встречает его хлебом, солью, как мы сегодня знаем о гостеприимстве. Они идут, не зная, что будет за следующим холмом. Встреча, отдых, изобилие или голод, вражда, мор. Они становятся в одном месте шатром, в другом месте. Они странники, они путники. Все впереди, все у Авраама в будущем. В настоящем вера и Господь. Субтитры создавал DimaTorzok